Всем привет! Вы смотрите научно-популярный канал Кверти, а меня зовут Владимир. Помните у Дугласа Адамса? Скоро ли конец света? Примерно через 12 минут. Пойдем выпьем. Для Земли конец света наступит примерно через 5 миллиардов лет, когда Солнце, превратившись в красный гигант, поглотит Землю. Но нам этого опасаться не стоит, потому что жизнь на Земле, скорее всего, исчезнет гораздо раньше. Однако ученые впервые смогли пронаблюдать процесс поглощения планеты звездой. До этого мы видели либо последствия, всякий планетарный мусор вокруг звезды, либо стадии приближения планеты к звезде. Сейчас же была зафиксирована вспышка от непосредственного поглощения планеты звездой. Ее источник совсем недалеко от нас, в 12 тысячах световых лет. В течение 10 дней яркость вспышки постепенно нарастала, до пика в 100 раз ярче, чем сама звезда. Затем еще 6 месяцев происходил спад свечения. Речь об оптическом диапазоне. Кстати, в нем вспышка была не очень интенсивна, поэтому ученые и поняли, что звезда поглотила именно планету, примерно в тысячу раз меньшую, чем она сама, а не произошло слияние звезд или какой-то иной катаклизм. А вот в инфракрасном диапазоне свечение стало усиливаться сильно раньше, за 7 месяцев до оптической вспышки, и продолжает быть ярким и сейчас. Звезда-пожиратель еще только собирается стать красным гигантом, и до планеты, располагающейся от нее на таком удалении, как Земля, она бы добралась не скоро. Но массивная, в 30 раз массивнее Земли поглощенная планета ранее вращалась вокруг звезды по очень короткой орбите. Поэтому достаточно рано произошло касание их оболочек. За счет этого планета замедлилась и стала приближаться к звезде еще сильнее. Трение вещества оболочки звезды об атмосферу планеты и породило инфракрасное свечение. Ну а дальше произошло падение планеты на звезду со световым шоу. Красиво и жутко одновременно. Да, для Земли на длинной дистанции все закончится именно так, оптической и инфракрасной вспышками, которые кто-то, я надеюсь, что хоть кто-то, увидит за тысячи световых лет от Солнечной системы. Зато теперь я точно знаю, что можно ответить на вопрос, а кем вы себя видите через 5 миллиардов лет. Но это не повод не начинать выпуск самых интересных новостей науки за предыдущую неделю. И как обычно, все ссылки на источники и подробности в описании. Мы периодически получаем гневные комментарии о подсутствии у нас новостей по психологии. Я, как истинный интроверт, стараюсь не обращать на это внимания. Но кажется, зря. Недавнее ретроспективное исследование тысячи человек показало, что интровертам быть невыгодно. Может быть, это и так было очевидно, но теперь научная работа на основании социодемографических, психологических, когнитивных и поведенческих факторов при использовании интегративной нейробиологии эмоций подтвердило, что ментальное благополучие у экстравертов выше. Конечно, я немного лукавлю, и вклад в ментальное благополучие вносит большое количество различных жизненных обстоятельств и личных качеств. Но первые места из них занимают как раз экстравертность, добросовестность, уровень невротизма и способность к когнитивной переоценке себя и других. Кроме этого, на благополучие влияют физическая активность, вредные привычки, волонтерство, моториманиальный статус, время, проводимое семьей и многое другое. Но больше всего положительных изменений случалось у экстравертных добросовестных людей с регулярными физнагрузками. Что случалось с интровертными малоподвижными махинаторами, кажется, я и так знаю. Исследователи считают, что экстравертность вносит свой вклад в ментальное благополучие через большое количество социальных контактов, которые в целом способствуют ментальному здоровью и общему успеху. Но прямого подтверждения этому нет. И кажется, я начинаю понимать, почему у нас так мало новостей о психологии. Таблетками давно никого не удивишь. Но что если я скажу вам, что они могут быть электронными? Зачем? Все дело в гормонах, которые вырабатывает наш желудок. Но давайте обо всем по порядку. Инженеры из МАД показали, что можно стимулировать клетки слизистой в желудке, чтобы те активизировали производство гормона голода грелина. Это может быть полезно при ряде расстройств, для которых характерны тошнота или потери аппетита, и при которых грелин помогает. Скажем, анорексия или кохексия. Капсулу, которая делает это электрическим способом, то есть при помощи электрических импульсов, называют электроцептической. И в принципе она может делать такие вещи не только в желудке, но и дальше по желудочно-кишечному тракту. Но давайте разберемся, а с чего все началось. Кишечная нервная система контролирует все нюансы пищеварения, включая прохождение еды через ЖКТ. Например, пациенты с гастропорезом, расстройством нервов желудка, страдают от чересчур медленного продвижения пищи. Это состояние, для которого характерно вздутие живота и рвота, можно облегчить, если стимулировать желудок через вживленные в него электроды. Ученые считали, что так он лучше сокращается и проталкивает пищу. Но, как оказалось, сокращение желудка играло минимальную роль во всем этом процессе. Гораздо важнее было то, и это показали в опытах на животных, что электрические стимулы вызвали выработку гормона грелина, и улучшение наступало благодаря этому гормону. Но знаете ли, проводить операцию и вживлять электроды для лечения гастропореза, это как-то не очень гуманно. А с другой стороны, любой проглоченный электрод не будет нормально контактировать со слизистой желудка из-за желудочного сока. И тогда и родилась идея электроцептической капсулы. Ее поверхность неровная, покрытая чем-то вроде капилляров. Эта система подсмотрена у австралийской ящерицы Малоха. Ее чешучатая кожа может через капиллярную сеть собирать воду с поверхности тела и направлять ее в рот. Поэтому микроканалы на капсуле как бы отводят желудочный сок и позволяют намотанным на капсулу электродам контактировать с клетками. К тому же поверхность еще и сама по себе гидрофильна. В опытах капсула работала, контактируя с клетками слизистой желудка и вызывая увеличение уровня грелина у свиней, ну а также ряда других веществ. Причем общий механизм стимуляции таков. Электрический сигнал из желудка по блуждающему нерву поступает в мозг, а уже оттуда подается сигнал в желудок на выработку гормонов. Пользоваться таким образом высвобождаемыми внутренними ресурсами гораздо лучше, чем получать препараты извне, считают ученые. И по факту это первое глотаемое устройство, которое влияет на гормональную систему ЖКТ. А что, если можно было бы читать мысли при помощи компьютера и нейросетей? Это подспорье в общении с парализованными людьми, которые заперты в своем теле. Это быстрый обмен мыслями на совещаниях. Да в конце концов текст можно было бы надиктовывать таким образом быстрее. И важный шаг в эту сторону уже сделан. Искусственный интеллект, прозванный семантическим декодером, может переводить активность мозга в текст во время того, как человек слушает речь или представляет себе рассказ. В основе ИИ лежит модель, похожая на ту, которая работает под капотом у ЧАД-ГПТ. Самое главное, что для работы этой системы не нужно хирургическое вмешательство, никаких электродов, вживляемых в мозг. Но, с другой стороны, функциональная МРТ все еще нужна. С ее помощью считывается активность мозга. Перед испытаниями также требуется обучение искусственного интеллекта, для этого испытуемым заранее часами дают слушать подкасты, пока их мозг сканируется. После обучения начинается магия генерации текста из мозговой деятельности. Круто, что нет ограничений на использованные слова, например, из заранее заданного списка. То есть человек просто думает без каких-либо рамок. Предыдущие успехи в этой области были достаточно скромны. Можно было считать отдельные слова или короткие предложения. Новая модель собирает цельную речь, содержащую сложные концепции. Перевод не до слова. Скорее, она схватывает идею, суть того, о чем человек думает. К сожалению, не идеально. Только примерно половину мыслей она передает корректно, близко к сути, а иногда и точно попадая в используемые слова. Дело в том, что ФМРТ просто не успевает за человеческим мозгом, и часть слов и мыслей ей приходится достраивать. Но хочется думать, что дальше будет гораздо лучше, потому что это еще даже не бета. А теперь попробуем показать нюансы английских мыслей и их переводов. Испытуемый слышал и повторял слова. У меня пока еще нет водительского удостоверения. А модель перевела это как она даже еще не начала учиться водить. Или, например, слышалось. Я не знал, плакать ли мне, кричать или убежать. Вместо этого я сказал, отстань от меня. Перевод. Заплакав и закричав, она произнесла. Я же сказала тебе отстать от меня. Если поставить на паузу, то слева реальная речь, а справа ее мысленный перевод. При этом голубым выделены идеальные попадания. Сиреневым попадание в суть, а красным ошибки. Еще один способ применения модели был таким. Испытуемым давали посмотреть короткий фильм без слов, а модель в это время считывала их мысли. В результате появилось достаточно аккуратное описание событий из фильма, хотя и не идеальное. Ведь, в конце концов, модель обучали на воспринимаемой речи, а не на воображаемой. Давайте сразу уточню. Эта модель работает только если ее заранее обучить на конкретном человеке. Нельзя ее натренировать на одном, а потом использовать на другом человеке. К тому же он должен хотеть быть услышанным и не перебивать свой первый поток мыслей каким-то вторым слоем. Это как оккулюменция по умолчанию, если вы понимаете о чем я. Ну и вне лаборатории без ФМРТ эта технология тоже неприменима, хотя в будущем, скорее всего, появятся какие-то более компактные варианты, например, на основе функциональной спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне. Лучшей новостью предыдущего выпуска вы признали новость про то, что инженеры NASA нашли способ продлить срок миссии Voyager 2 еще на 3 года за счет отключения системы стабилизации питания, у которой есть свой резерв энергии, и которая практически не использовалась за десятки лет. Риск перепадов напряжения небольшой, но выигрыш в случае успеха просто огромный, поскольку это единственные аппараты за пределами гелиосферы. Но на самом деле и это еще не все. Если все пойдет по плану, то в 2026 году миссия не завершится. Из-за нехватки питания будет отключен один из научных инструментов Voyager 2, но четыре других продолжат собирать данные о межзвездной среде и отправлять их на Землю. Затем придет время для отключения второго инструмента и так далее. Ну что ж, а на этом на сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь им со своими друзьями. А также подпишитесь на QWERTY, если вы этого еще не сделали. Как всегда, проголосовать за самую интересную новость выпуска можно в нашем телеграм-канале. Все ссылочки у нас в описании. И до скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...